В ходе обыска обнаружили списки ЛОЖП-2. В списке оказалось немало влиятельных людей. Сын последнего короля Италии Виктор Эммануил Савойский и Сильвио Берлускони тоже фигурировали в списке. Из книги Диониса Коптаря «Политика преисподней». Министр иностранного дела Лавров, как вы поняли, тогда заявил, что Россия в ответ на удары британских ракет по нашей территории будет отвечать ударами по британским обетам и по чертюмам, где бы они ни находились. То есть в зоне поражения, в том числе и территории самой Британии. И одновременно начались крупномасштабные учения по отработке перехода к применению нестратегического ядерного оружия, то есть тактического ядерного оружия. В этих условиях у Запада еще оставался шанс какой-то не войти в эту спират. И это было бы понято. Но Запад пошел на вход в спираль войны. И в ответ Столтенберг заявил, что мы должны предоставить всеми странами НАТО право применять украинцам оружие по территории России. Переводим на другой язык. То есть Столтенберг сказал, заявил, что все страны НАТО, которые имеют оружие большой дальности, должны перейти к применению этого оружия по территории России, маскируясь под украинцев. Разговоры про инструкторов, которые куда-то там поехали, это все чепуха. Это поехали офицеры регулярных войск стран НАТО, в первую очередь Франции, Британии, которые будут готовить и готовят полетные задания для ракет Шторм Шидоу и Скалп. И они будут бить по нашей территории. Одновременно, по данным, по заявлению нашего командующего программы войсками, был установлен факт, больше этого нигде не говорилось, что НАТОвцы проводят учения у наших границ по применению тактического ядерного оружия. То есть они пошли по пути эскалации. Одновременно был нанесен удар беспилотникам, произведенным в полной мея полностью в Британии и в Португалии, британско-португальского производства, по регуляционной станции Майраж, вне Воронеж-М, из состава системы противоракетного наблюдения, СПРН. Причем станция была на определенное время выведена из строя. Это, конечно, была проба пера. Это фактически юго-западное направление, которое накрывало, было в этом направлении, мы были ослеплены. Если бы в это время с этого направления пошел бы ядерный удар, мы бы не смогли его обнаружить. А значит нанести встречный ответный удар. Это намного хуже, чем даже уничтожение нескольких десятков стратегических бомбардировщиков. Или даже какого-то количества шахт ядерных ракет. Нет, это намного хуже. Вот уничтожение этой станции. Судя по тому, что после этого не последовало никаких жестких действий и вообще какой-то реакции, наш президент, наше руководство страны ценой в определенной степени потери определенного имиджа попытался вывернуться из этой воронки. Потому что вполне логичным отходом после этого вот я бы так сделал. Я бы собрал бы комиссию включения туда китайцев, индусов и еще кого-нибудь, обследовал бы эти обломки и сделал бы всего два вывода. Вывод первый. Что это беспилотник, это действительно беспилотник огромный, пятиметровый был, крылья размахом пять метров. Что этот беспилотник выполнен, сделан был в Великобритании и Португалии. И второй вывод, что полетное задание для этого беспилотника могли сделать только офицеры британской армии. Более того, я бы еще зафиксировал простую вещь, что дальность полета его беспилотника такова, что мы не можем знать, откуда он запущен. И он вполне мог бы быть запущен с территории Британии или какой-либо страны НАТО. Отсюда я сделал бы вывод на этом основании, что на основе всех этих слов, что фактически Британия осуществила акт военной агрессии против России. Второе, что я сделал бы, этот акт военной агрессии против России был осуществлен в отношении объекта стратегических сил сдерживания, который в соответствии опубликован международно знакомый, всем журнурнам знакомы, документы «Основы государственной политики в сфере ядерного сдерживания», параграф 3, статья 18, гласит, что при нанесении ударов по таким объектам Россия оставляет за собой право прийти к применению ядерного оружия. Не дальше я сделал бы соответствующий вот такое заявление в ООН. В ООН я бы заявил, что Россия ответит, и потом я бы ответил ракетой Ха-101, ну, штук 8-2 самолета, по одному из объектов системы управления ядерными силами Британии. У них есть там узлы связи. Своей системы СПРН у Британии нет. Системы ПРО у них нет, способных противостоять. Поэтому по системе управления я бы врезал. Но президент Путин пошел по пути попытаться выйти из этой воронки, воронки эскалации. Потому что то, что я говорю, это, конечно, еще усугубление этой воронки эскалации. В ответ... То, что вы смотрите, это ознакомительный фрагмент. Полную версию смотрите на нашем премиум-канале по ссылке в описании. Новым пользователям 7 дней бесплатно.